Вот это Сима, а это, наверное, Лада. Вот у них сейчас дойка, все гуляют, а они здесь стоят. Ну, уже, наверное, подоили их. Это самая главная корова. Что-то сегодня неконтактная какая-то. Я, короче, вот уже два месяца этих кроликов показываю на экскурсии. Ну, и начинал, я выносил на одной руке у меня сидел. Если его до всего хватать, он пытается поцарапаться, вырваться. Если ему руки подставляешь, все, он сел, сидит. Ну, кролики, короче, они, знаете, как говорят, плодятся, как кролики. Вот она 40 дней, ну, то есть она посидела, крольчиха с кролом, через 40 дней все, уже 8 кроликов бегает. И если этот процесс не остановить, то здесь будет все в кроликах. Но уже пора маленьких новых, потому что с этими уже на экскурсии сложнее стало. Ну, наверное, он уже ко мне привык. А, три. Без меня кроликов не достать, поэтому погладить только можно со мной. Потрогай, смотри, кошки какие-то, кроли. Все, спасибо. Вообще, у меня как бы идея есть вот этих кроликов сделать клетку такую, открытую там, после ресепшена, чтобы дети могли покормить, посмотреть, там, что-нибудь усунуть, поесть. Один раз мы были в Греции, ну, ресторан на побережье, и там была такая тема, там пенек стоял большой, на нем были кролики не привязаны, вообще ничего, я не знаю, почему, как они не убегали, но мы когда вот сели туда, ну, там, три семьи, мы детей вообще не видели, то есть дети жили возле кроликов. Это такая идея интересная, и я все думаю, как их приручить, чтобы они не разбегались. Нет, кролик не укусит точно, кролик может поцарапать. Здесь вот на ферме с системой европейской, да, сюда свободный доступ, вы в любое время можете прийти, вам никто слова не скажет. Единственный вот момент, самое главное, безопасность. Вот, пожалуйста, дети, дети, конечно, без вас сюда побегут, но это очень опасно, поэтому детей без родителей сюда не пускайте. Главное, бык, вот, руки ему несуйте. Они, короче, если их выпустить, они просто убегут и пропадут. Ну, вот у меня вообще есть желание выпустить, чтобы они бегали по территории, это было бы интересно. Ну, и плюс они еще очень подвержены болезням. Вот, содержишься, садишься, раз, там 100 голов у тебя умерло. Смысл этого содержания вообще пропадает. Только что вылупил. Не, не только что. Ты знаешь, когда вот он вылупляется, вот яйцо, видел перепелиное? Ты представляешь, там внутри помещается птенец, как пазл. Какой большой? Да, вот он там складывается, складывается, так это уже вот ему дня три, наверное, он уже подрос. А рождается он мокрый-мокрый и еле-еле ходит. А вот это уже морозил. Они уже бегают, клюют там уже, все, они уже знают, жизнь началась. А перепелки, они вот здесь всю жизнь. Ну, здесь у них еда, там сзади вода, яйцо скатывается по сетке наклонной, а здесь помет. Вот и все, все содержание. Помет убирать, воду наливать, с корма засыпать, яйца забирать. Все. Такой процесс. Девчатка, кто больше всего понравился? Мне все понравились. Все понравились? Ты знаешь, у меня часто бывают истории, когда я спрашиваю таких детей, кто больше всего понравился? Они говорят, вот, Буся больше всего понравился. Не стоило ферму заводить, можно было собак просто завести и все. Но тебе больше понравились маленькие или большие? Ну, я вижу всегда, вот детям в основном нравятся малыши. Телята, ослята, ягнята. Да, малыши. Малыши? Ты погладила сегодня корову? Ты заходила туда? Да, заходила. Да? Матрешку погладила? Ну и что, она какая мягкая, теплая? Ага. Да? Не страшно мне? Да нет. Нет? Главное, чтобы на ноги не наступить. Да, это ты меня слышала, да? У коровы самая опасность, что вот на ногу наступит. Ну, оно не то, что прям смертельно опасно, да, это просто очень больно и неприятно. Даже телка мне наступала неделю назад, и то как бы все равно больно ее сталкиваешь. Ее просто столкнуть можно. А в корову мне раз 500-килограммовый наступил и стоит. Все. А ее не столкнешь, и я ей говорю, отойди, она не слушает, не понимает. А кроликов увидели, девчат? Вы у меня дольше всех остались на экскурсии, вам интересно интереснее всех, да? Надеюсь, это черного. Какого тебе достать, черного или белого? Белого. Сейчас он первый момент успокоится, потом я ему... Буйся, тебе что нам? Да, пообщайся. Первый момент он лапами-лапами дерется, дерется, дерется. Сейчас потом угомонится, и уже безопасно. Ну, конечно, вначале... Ну, посиди ты спокойно, посиди, все. А он глаза, знаешь, как вылупил, он на меня смотрит. Прикинь назад. Туда. Вот так. Ну что, давай погладим. Мягкий? Да, очень. Хорошенький. Хорошенький? Ну, я вам не дал, он на ручки. У меня когда были маленькие совсем, я давал на ручки, просто это сильно царапается. У нас был случай, у нас в сетке на заборе запутался заяц, вот здесь железо рядом. И ребята, короче, таджики его поймали и в клетку посадили рядом с кроликом. Первую жизнь видел. Прям вообще, вот он видел нас, ну, дикое животное, он прям бегал там по этой клетке, вот, в сумасшествии. Я говорю, давай выпустим, ну, нафиг, мучайте его. И мы его, короче, в сумку посадили, в эту киевскую, я несу, и там такие удары, как боксер, значит, бам, бам. Он просто задние лапы, у него такая силища, он маленький, вот как, ну, чуть больше этого. Но силу вот в пять раз больше, чем у кролика. И мы его выпустили, он как ломанул, у него задние лапы сильные. Здесь много, на самом деле, и зайцев, и лисы есть, и лось здесь, лес уже. Такой интерес, хотя вроде 100 километров от Москвы, а здесь такой богатый, живой мир. Здесь и ястребы парят, и бобры в реке. А если летает, у нас вот здесь, во Власово, в деревне, есть водонапорная башня, и там гнездо, они там каждый год живут. И они там живут, а там болото, где куда-нибудь за лягушками летают, и они через нас сели летают, через нас, очень интересно. И мне говорят, построить здесь вышку, чтобы они здесь жили. Я говорю, ладно, пусть там жугла, уже облетали здесь. Но вообще, за ним интересно смотреть, а если. Принцип такой, не давить его, а дать ему сидеть спокойно, тогда он спокойно. Но все равно, видишь, он суетится, суетится. Бусь, тебе что надо? Бусь, Бусь, понюхал. Да он там сейчас с ума садит, Бусь, от твоей, еще облизываешься. Все, это шок культурный. Он, видишь, даже пищит. Он, видишь, ты. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok